Всем привет! С вами Алекс с канал Берлилаб. Сегодня мы говорим о колонах и землетрясениях. Начинаем обзор Солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило за последние часы на нашем светиле. Сначала было тихо, спокойно, а потом мы видим вот такую вот быструю вспышечку с довольно-таки смущным выделением плазмы. Где-то между двумя и четырьмя часами. Смотрите, скорость довольно-таки большая. Но все это полетело не в сторону нашей планеты. Потом, смотрите, час-два здесь дополнительное выделение. Тоже не в сторону нашей планеты произошло. И вот такую вот фигурку здесь нарисовало между пятью и семью часами. Но в основном в шесть часов, да, такая классическая лампочка. Но очень разреженная. И вот здесь как нить накаливания, да, такая вот плазматическая структура. И все это полетело, судя по всему, тоже не в сторону нашей планеты. Видите, летит в разные стороны, да. И в конце там тоже было какое-то еще событие на трех часах. Вот, смотрите, на трех часах мы видим здесь помощнее уже такой, да, очаг с плазмы. Но все это тоже полетело не в сторону нашей планеты. Так, вот такие вот события происходили за последние сутки. Что мы видим на последнем кадре? Да, как раз вот в сторону Южного полюса. И вот здесь вот в районе трех часов довольно-таки большие скопления плазмы. И практически нет скопления плазмы вот с левой стороны от Солнца. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас показывают приборы. А приборы показывали вот эту вспышечку бодрую, шуструю. М1,1 достигла, 1,15 даже видно, да. И вот еще последняя была вспышечка С, но остальные не столь значимые. Вероятность вспышек С-класса 99%, М-класс 60%, Х-класс 25%. Довольно-таки высокие еще остаются. В основном 35-я, 36-я зона, но обратите внимание, М1,1 вызвала зона, которая уже, скорее всего, от нас отвернулась. То есть это невидимый спектр. Ну а вот эти зоны, видимые, там невысокие уровни. В основном С, максимально С3, 36-я зона вызвала. Так, ну давайте посмотрим. Вот эти две зоны уже от нас отворачиваются. 36 и 37, вот эти вот две зоны, которые к нам подворачиваются будут. Мы видим, как упали количество пятен. Четыре активных зоны, и в них всего лишь 15 пятен. Плюс 36-я зона вчера была бортового цвета, сегодня она оранжевого цвета. Давайте посмотрим на наше Солнце, что там ожидается, какие новые поступления к нам. Ну, здесь на 10-ти часах что-то там похоже на активные зоны, да. В основном 36-я и 37-й вот этот конгломерат. И вот здесь на 8-ми часах тоже там за горизонтом что-то видим. Wild White Sun пишет с наступившим. Да, две последующие вспышки М после Х, это просто сброс ЭДС, остаточное. Теперь звезда возьмет паузу недели на две. Рада, что вы вернулись к своим зрителям. Спасибо вам большое за комментарий. Но вы правы, правы вот этой зоны, 36-я и 37-я, то что они пошли на спад. Но мы видим, что вот здесь вот, ну, это всегда здесь происходит усиление активности в этом секторе. И, видать, что-то вытягивает, заставляет, стимулирует солнце там, производить выбросы в этом месте. Так, ну, давай теперь посмотрим, что у нас с пятнами происходит в настоящий момент. Ну, мы видим, с дырами точнее, с дырами вот здесь вот в южной части мы видим такое, пытается образоваться какая-то дырочка, но пока что не особо у нее получается. Вот, юзер BH1 пишет дыры на солнце. Верим, что дыры и видим, что там темно, нет света, нет там температуры, даже не светится. А если понять, что происходит, такой отвод тепла, то там топливо хранится около нуля по Кельвину. Вот такой вот комментарий интересный. Давайте посмотрим теперь геомагнитную обстановку, что происходит. Ну, вчера вот это доходило до 4, и сейчас пока довольно-таки стабильно. 3 с минусом, 2 с минусом, вот такие вот показатели. Мы видим в последние часы прогноз тоже вроде бы как без геомагнитных возмущений. По вулканам мы у нас 42 вулкана, при норме 40. Что интересно, вот здесь реки НС, оказывается, там не все закончилось. Последний отчет показывает, что там есть инфляция поверхности происходит, да, то есть образование такого купола. Выпячивание, по-другому можно сказать. Ну, оно, конечно, сейчас пока считанные сантиметры, но просто ученые думают, будет ли еще одно извержение. Да, спасибо вам всем большое за поздравления с Новым годом. Очень рад, очень приятно получить их, а также с выходом в эфир. Меня поздравили Сергей Нихай, Олегин 295, Оксана Шевченко, огромное вам спасибо. Юзер Б2 с новогодними праздниками тоже поздравила. С множеством сердечек, елочек, бабочек. Ой, как приятно все это получить. Вот такой вот интересный комментарий. Юзер Б1 пишет, пора ножки стола варить из швеллера и тревожный НЗ чемоданчик под столом держать. Но, да, это никогда не помешает. Вы понимаете, это никогда не помешает. Также юзер ЦХ2, рада вас приветствовать. Она написала, с наступившим Новым годом, счастья, успехов, здравия, удачи, благодарю за прогнозы. Спасибо вам большое. Мы смотрим вулканы Дукона на Холмахере. Там произошло извержение на 3700 метров над уровнем моря. Вот Дукона. Шишалдин сообщает, что его извержение, скорее всего, закончилось. Вот такая вот новость. Ну, держит марку у нас по Покатипетль. Там 5800 метров над уровнем моря. Фуэго в Кватемале 4900. И Невада-Тель-Руис в Колумбии. Там на 6100 метров над уровнем моря поднялся столб пепла. Так, ну, по вулкану мы вроде бы все разобрали. Давайте перейдем теперь к землетрясениям. За последнюю неделю у нас 81 крупное землетрясение при норме 50, то есть в 1,6 раза. Вот здесь, кстати, у Киринска было, как раз обсуждали в Телеграме. Это уже исчезает. Оно было 27 декабря, да, такое значительное. В Иркутской области землетрясение на глубине 10 километров. Вчера я что-то не разобрал ее. Так, ну, за последние сутки мы видим некоторый рост активности, да. Мы видим активность вот у нас в Южной Америке, пожалуйста, представлено здесь 5.0. В Аргентине на глубине 196 километров, 5.5, там же на глубине 154 километра. У нас есть активность в центре Атлантики между Бразилией и Африкой. Здесь 5.0 на глубине 10 километров и вот 4.9 в Афганистане на глубине 138.5 километров. Активность у нас в районе Папуа 5.2 на глубине 51 километр. В Индонезии 5.3 на глубине 84 километра. Южные Филиппины 5.2 на глубине 63 километра. Северные Филиппины дают 5.0 на глубине 42 километра. Вот здесь продолжаются автошоки в Японии тоже. Ну что можно сказать в общем по статистике. 8 землетрясений у нас пятерочек произошло. 43 четверки, 150 троек и 305 двоечек. Если по атомным бомбам посмотреть, то это 0,7 атомных бомб, что не так уж и много. Это имеется ввиду выделилась энергия в таком количестве. Так, давайте перейдем к локальному разбору. Теперь посмотрим, что у нас происходит на Аляске. На Аляске здесь интересно. Смотрите, здесь по северу есть активность 3.3 на глубине 2.3 километра. И в Берингом проливе 3.7 на глубине 69 километров, на глубине 10.5 километров, извините. И 4.0 на острове Никольский на глубине 38.8 километров. А так вот, если посмотреть на эту группу, ну, типично, да, но немножко здесь, конечно, они выстраиваются, вот такие, как монеточные структуры, да, мы видим, ну, в основном двоечки. Двоечки здесь представлены, на глубине 56 километров. В заливе это у нас двоечки, на глубине 88 километров. На острове двоечка, на глубине 35.9 километров. В сторону Канады здесь двоечка 22 километра. Ну, то есть такая типичная активность. На Гавайях в районе Килауи мы видим только активность. И смотрите, как шустро приступили к взрывным работам в штате Вашингтон. Здесь взорвали на высоте 700 метров. Ну, а так вот, здесь активность присутствует, включая вот и в западном Еллоустоне, там 1.3 на глубине 8.9 километров. Так, давайте посмотрим Калифорнию. А вот Калифорния, там более ленивые, да, вот разница между северянами и южанами. Южане продолжают свои праздники, то есть до лампочки, до взрывных работ. Вот, так, здесь 1.6 на глубине 10 километров от Вайдаха. Ой, смотрите, в Техасе на западе там прям серьезная активность. То есть 3.5 на глубине 8.9. Смотрите, какое большое количество землетрясений. И чуть-чуть в восточную тоже идут двоечки 9.2 километра. И 2.7 на глубине 8 километров. И в Оклахоме мы тоже видим здесь активность в виде двоечек. Так, вот здесь в штате Нью-Йорк произошел 1.7 на глубине 5 километров. Так что мы видим, что в Нью-Йорке тоже у нас происходит землетрясение. Сейчас мы посмотрим другую карту более подробно. Ну вот юзер LL9 пишет. Здравствуйте, Алекс. Слышал, что в Нью-Йорке произошло землетрясение. Могут ли там случиться сильные землетрясения? Да, могут. Ну, давайте уж сразу отвечаю. Вот здесь вот Апалачин Монтанс. Или по-другому это Апалачи. Либо Адирандак, ребят, называют. И вот как раз вдоль него могут что западнее от него, что в восточнее происходить крупные землетрясения. Причем, а высшие М5 землетрясения реально большие. Поэтому ничего удивительного здесь нет. Да, вот где находится Нью-Йорк по отношению к этим Апалачинам. Так, смотрим теперь Европу, что здесь. В Исландии 3,9 на глубине 5 километров, 3,4 на 1 километр. Ну, то есть показывает, что здесь активность продолжается. Продолжается активность. Юзер XD9 пишет, ждали, Алекс, с Новым Годом. Спасибо вам большое. Тоже самое пишет, НС Любовь. Желает здоровья, счастья, мира, добра, хорошего настроения. Благодарю вас. Юзер XD9 пишет, благодаря за обзор. С Новым Годом. Три сердечка. Прекрасно. Алейна Солюмес пишет из Стамбула. Алекс, с Новым Годом, с новым эфиром. Счастья, тепла и любви. Благодарю вас. Юзер SR3 тоже пишет. Mayification. Виталий Ишталюк поздравляет нас с Новым Годом. Желает нам здоровья, всего наилучшего. Шадо Кэт пишет, с наступившим здоровья, крепкого, успеха в спорте и во всем. Ждем с нетерпением обзор. Спасибо большое за вашу поддержку. Всегда рад возвращаться. Очень много сообщений приятных. Так что вот так вот. Ну да ладно, давайте пойдем дальше изучать ситуацию в Европе. Здесь Азорский остров 2,8 на глубине 15 километров. В районе Гибралтара мы видим мелкую активность Францию. По югу, включая здесь 2,3. Вот здесь вот в Южных Альпах. На западе Польша у нас 3,4 на глубине 1 километр. На западе Румынии 2,6 на глубине 2 километра. Здесь, кстати, вот такая опасная зона, где может тоже довольно сильное землетрясение, неглубокое именно произойти. Так, давайте посмотрим Балканы. Что у нас в районе Косово? У нас 3,8 на глубине 15 километров. Так, Южная Италия здесь дает двоечки. Неглубокие и средние глубины 2,3. Вот центральная Италия на глубине 12 километров. Давайте Грецию посмотрим. Крит выдает 4,1 на глубине 20 километров. Довольно существенно 2,9 и 24 километра. Здесь Турция юго-западная 3,5 на глубине 5 километров. И большое количество двоечек. Вот здесь в Игейском море это и 1 на глубине 5 километров. И в Восточной Турции мы видим тоже активность. Есть здесь 3,03 километра, 2,9,7 километров. У Аданы 2,8 на юго-востоке. Вот здесь двоечки, да, представлены на востоке. И в Черном море у Трапзона, смотрите, 1,6 на глубине 8 километров. Но наше внимание сфокусировано опять вот на эту зону. Прямо четко на границе Азербайджана и Дагестана. Смотрите, здесь 3,4 на глубине 10 километров. Как раз дельта этой реки мы с вами разбирали перед Новым годом. И смотрите, повторно в этом же районе происходит землетрясение. Вот такие вот события. Интересные, да? Так. Ладненько, давайте тогда пойдем дальше посмотрим. Вот у нас случилось в Афганистане 4,9 на глубине 125 километров. Так, давайте чуть увеличим. Прямо недалеко от границы с Таджикистаном и границы с Пакистаном. Так. Здесь горный хребет называется Яхан. Вот такие вот, такое интересное название. Ну, здесь есть и населенный пункт. Ну, суть по всему, это могли и довольно-таки по глубине здесь, да? 25 километров могли ощущать и в Таджикистане вполне этот. Здесь, смотрите, кстати, горы такие, по 7,5-7700 километров. Довольно-таки высокие горы в этом районе. Ну, горная система называется Гиндикуш. Так вот. И на суше и море потихонечку отступают. Вот в этом регионе, в Гуджарат, как раз отлично видно вот эти все процессы, которые происходят. Я, кстати, был тоже в Марселе. Это город вот здесь на юге Франции. Один из крупнейших городов Франции. И там для себя обнаружил такую интересную вещь. То есть, старый порт, он находится сейчас глубоко в городе. То есть, видно, что море за тысячелетие точно не наступает. Оно отступает. Вот такие вот итоги. Так, давайте посмотрим теперь на Японию. Что, как здесь сейчас выглядит. Вот крупнейший автошок 5,3 за сутки. Иногда мы 9 километров. Здесь 4,8-13. Здесь 4,9-13 километров. Ну, то есть, в общем-то, вот эти 9 километров. Примерно там и произошло основные события. И более мелкие землетрясения. Вот здесь троечки. В основном, да, там 4,2. То есть, видно, что общая серия довольно-таки быстро затухает. Как-то очень, да, казалось бы, должно быть такое облако из землетрясения. Ну, нет, такого не происходит. Так, что пишут по поводу этого люди? UserXX5 пишет. Просто, да, этих землетрясений в Японии на Солнце были дыры. Вот они повлияли на сейсмичность на первое число. Вполне вероятно, да. Спасибо большое за ваше мнение. UserXX2 пишет. Значит, там, Дед Мороз, Ёлочки, Сердечко тоже принимается. Спасибо вам большое. UserXX2 пишет. Рада вас приветствовать. Напишет. С наступившим Новым Годом. Счастья, успеха, здравия, удачи. Благодарю за прогнозы. Спасибо вам большое. Ольга Шаламова пишет. Всех с Новым Годом. Всем крепкого здоровья. Удачи мирного неба над головами. Пусть 24-м будет лучше и счастливее. А сколько землетрясений вокруг Японии. Там еще и в Токио самолет сгорел. Столкнулся при посадке с военным самолетом, который как раз должен был лететь с грузом в пострадавший от землетрясения район. Ну, кстати, там, да, вот это вот столкновение тоже, понимаете, то есть уже там ошибка человека, хотя я думаю, что там может быть с какими-то тоже потоками связано и аносфера, и иона, который сейчас вот в этом регионе Японии происходит, да, и может быть нарушение просто связи произошло так. Ну, пока что, я думаю, наибольшая вероятность, конечно, это халатность. Так, ну, 3,2-1 километр, здесь у Филиппин 5,0-27 километров, 5,2-63 километра, это южные Филиппины, ну, здесь есть неглубокие еще троечки, вот так, в Маловском море тоже, в Целебском море 4,6, на глубине 10 километров, смотрите, все по одному меридиану, да, все один меридиан здесь. Так, давайте глянем, что у нас на Суматре, здесь троечка 11 километров, здесь 3,2-155, здесь не глубокие троечки, вот что-то серьезное у нас у Явы происходит, здесь 5,3 на глубине 99 километров, ну, и также в западной части Явы здесь вот видны троечки, и средней глубины, и неглубокие представлены. Так, в море Флорес 4,3 на глубине 417 километров, север глубокая, здесь еще двоечки, неглубокие, средней глубины землетрясения, в западном Тимуре 3,1 на глубине 10 километров, в море Банда 3,6 на глубине 10 километров. Так, в море Сирам 3,1 16 километров, 2,6 26, западная Папуа 3,7 10 километров, на севере вот здесь мелкие землетрясения, а на востоке 5,2 на глубине 78 километров. А давайте глянем на Австралию, что здесь интересно, здесь 2,7 10 километров, и у Ситни 2,5 10 километров. Так, это Бануата 4,6 на глубине 34 километра, но так в регионе небольшая активность, у Новой Зеландии 3,7 286 километров, и 3,3 12 километров, на северном острове 3,1 100 километров глубины. Так, ой, что там происходит? В Антарктиде ничего нет, а Африка тоже, вот в центре Атлантики 5,0 на глубине 10 километров. Так, Аляску мы посмотрели, здесь тоже Беринговый пролив, 3,7. Интересно, что здесь нету Нью-Йорк землетрясения, да, но вот в американской службе оно есть. Самое основное, на мой взгляд, это вот эти процессы, происходящие на западе Техаса. У Мексиканского залива мы видим 4,1 на глубине 32 километра, с другой стороны 4,2 11 километров, это Южная Мексика, здесь 4,09, 3,8 10 километров, также мы видим троечки, у Колемы здесь средней глубины, вдоль побережья не глубокие, вот, ну, такие процессы происходят Южной Мексики, Никарагуа 3,165 километров, 3,031, Панама 3,9 43 километра. Так, ну, здесь мы посмотрели, 3,36, то есть 3,7 48 километров, Северная Чили, смотрите, Перу, Колумбия, Эквадор, все молчат, Боливия тоже, вот, Северная Чили, здесь есть активность 4,6 118 километров, со стороны Аргентины здесь 5,0 207, 4,8 192, но это глубокие землетрясения, а южнее здесь 5,5 на глубине 105 километров, в центральной части Чили мы видим двоечки и троечки, вот так вдоль побережья неглубокие расположены, и в Южной здесь двоечки на глубине 32 километра, вот такие вот у нас данные по Южной Америке. Ну что, давайте теперь перепроверим по европейской базе данных, ну, здесь Исландия, да, мы разбирали Кибралтар, запад Польши, запад Румынии, Косово, произошло землетрясение, Южная Греция, на границе Азербайджана и Тагестана, вот здесь землетрясение, с север Афганистана, у Мумбаиа у нас активность в Гималаях присутствует, в Японии продолжаются автошоки, да, у нас серьезная активность, в Филиппинах у нас в районе Соловейсе, опять же, продолжается активность западная Ява, Папуа, Новая Гвинея, да, здесь в Ануату, юго-восточная Австралия есть активность, и с север Новой Зеландии, давайте посмотрим, что по Америке тут интересно, ну, здесь тоже, кстати, нет Нью-Йорка, то есть, это чисто локальное получается, в центре Атлантического океана у нас землетрясение, так вот, Мексики, и северная Чили, Аргентина, тоже активность повышенная, ну, и закончим выпуск мы по традиции швейцарской базы данных, что здесь интересно, вот здесь, в том месте, где я проживаю, вот, город Мюльхайм, и тут землетрясение произошло на глубине 3,3 километра, ну, а так в основном мы видим опять юго-запад Швейцарии и в районе Монблана, вот Курмайор, это в Италии такая активность, ну, а с вами был Алекс, канал Береглапши, отличного положения!